Однако к другой теме. Луна, наш самый ближайший спутник, неожиданно оказалась в центре громкого скандала. Бывший руководитель фотослужбы НАСА Кен Джонстон опубликовал секретные фотографии из архива своего ведомства и заявил, что Луна обитаемая. Есть ли жизнь на Луне и почему время от времени, уважаемые люди, ученые, космонавты, рассказывают совершенно невероятные истории из жизни нашего спутника. Об этом Дмитрий Татарин. 20 июля 1969 года. Впервые в истории человечества американский пилотируемый космический корабль Аполлон-11 подлетает к Луне. Через полчаса от него отделяется посадочный модуль и прилуняется в районе моря спокойствия. На лунный грунт высаживается экипаж из двух астронавтов. Это Нил Армстронг и Эдвин Олдрин. На поверхности Луны они проведут около двух часов. За это время команда Аполлона успеет собрать образцы лунного грунта, установить флаг США и осуществить ряд технических работ. Все это будет транслироваться в прямом эфире на весь мир. Сотни миллионов зрителей соберутся у телеэкранов, чтобы увидеть первых людей на Луне. Однако буквально через несколько минут трансляция внезапно оборвется. Изображение пропадет ровно на две минуты. Вместо картинки зрители будут видеть лишь помехи. Спустя почти 20 лет выяснится. Суб в Хьюстоне оборвал эфир намеренно. Потому что на поверхности Луны астронавты столкнулись с тем, что не поддавалось никакому разумному объяснению. Когда я разговаривала и с Амстронгом, и вот здесь у нас был, вот в доме прямо мы сидели, они видели шары, которые сопровождали их. Они видели шары, которые, большие шары, которые вот на Джимине 4 летал Мак Дэвид. Он сказал, что сопровождала его тарелка, ну не тарелка, а он сказал шар, светящийся шар, который был неземным кораблем, и, конечно, я не знаю, что это за корабль, но он меня сопровождал за самой Луне. Слова американского астронавта, побывавшего на Луне, подтверждает и Кен Джонстон, бывший руководитель фотослужбы Лунной лаборатории НАСА. В 2007 году он делает заявление, которое вызывает сенсацию во всем научном сообществе. Джонстон утверждает, на Луне есть внеземная цивилизация. А вот и главное доказательство – снимки, сделанные из космоса. На фотографиях можно увидеть разваленных городов, гигантские сферы из стекла, парящие над поверхностью каменные башни и уходящие вглубь кратеров туннели. На Луне обнаружены, сделаны многие десятки тысяч, я бы сказал даже миллионы снимков космическими аппаратами различных стран, на которых видны развалины архитектурных сооружений, скульптуры, арки, мосты, пирамиды и другие образования искусственного плана. Кен Джонстон утверждает, еще в июле 1971 года он предоставил эти снимки руководству НАСА. Однако в аэрокосмическом агентстве фотографии приказали уничтожить. А с самого Джонстона взяли подписку о неразглашении. Но Кен сохранил снимки. И только недавно, спустя 40 лет, решился их опубликовать. Джонстон уверяет, у него есть еще одно доказательство существования на Луне внеземного разума. Это переговоры астронавтов, высадившихся на Луну, с Центром управления полетами в Хьюстоне. По словам Кена, для связи с астронавтами использовалось две частоты. Официальная та, которая шла в телеэфир, и секретная, которая использовалась НАСА и предназначалась для особых случаев, если на Луне что-то пойдет не по плану. Бывший сотрудник НАСА утверждает, в тот момент, когда по всему миру на две минуты поток летели экраны, связь с экипажем перевели на закрытую линию. Потому что именно в это время астронавт Нил Армстронг увидел на Луне космические корабли инопланетян. Эту версию поддерживают и российские исследователи. Миссия Аполлона 11-го, это миссия, в общем-то, во время этой миссии была встреча, но не с анлонавтами, а в пределах видимости находилась целая серия НЛО. И что Нил Армстронг, который осуществил, первый сошел на поверхность Луны, первое его впечатление было, вот увиденные вот эти вот корабли, и он об этом сообщил на Землю. После этого НАСА решило засекретить все, что касается полета на Луну. Но в 1976 году в свет выходит скандальная книга. В ней утверждается, что американцев на Луне не было. Удивительно, но НАСА эту информацию опровергать не стала. Только спустя 30 лет экспертам удастся выяснить, почему. Окажется, что книга была написана по заказу самого аэрокосмического агентства. Причем с единственной целью. Скрыть то, что экипаж Аполлона на самом деле обнаружил на Луне. Была целая программа большая, которая так и называлась. Наблюдение нестационарных явлений на Луне. Что к этому относилось? К этому относились вспышки, причем на освещенной и не на освещенной стороне Луны. Часто появлялись, есть такие два кратера в океане Буря, Аристарх и Геродот. Там такая дублеобразная трещина. И там тоже наблюдались какие-то цветовые пятна, наблюдались свечения и так далее. О том, что Луна может быть обитаемой, заявляли многие ученые. Среди них есть даже советские исследователи. Александр Щербаков и Михаил Хвастунов считали, что Луна не является естественным небесным телом и имеет внутри полую конструкцию. Она космический объект искусственного происхождения, созданный в далеком прошлом некой высокоразвитой цивилизацией. А значит, найденные руины вполне могут казаться бывшим пристанищем инопланетян. Гипотезы советских ученых долгое время относились с большим подозрением. Но результаты последних геологических исследований подтвердили. Луна действительно может оказаться полой. Ученые не могут объяснить, почему, имея такую структуру, она не разрушается. Гипотезы советские ученые не могут объяснить, что Луна не может объяснить, что Луна не может объяснить, что Луна не может объяснить. Луна в полное, примерно в 70 с лишним миллионов кубических километров. И что якобы вот это пространство, в этом пространстве располагаются некие технические устройства, системы, которые и были использованы в какой-то цивилизации. Мало того, траектория движения Луны описывает почти идеальную окружность. Это единственный спутник, который вращается вокруг своей планеты по правильному кругу. Ни у одной другой планеты такого нет. Таинственности прибавляет и тот факт, что с Земли человеку видна лишь одна сторона Луны. Период ее вращения вокруг собственной оси совпадает с периодом вращения вокруг нашей планеты. Мы обратную сторону никогда не видим. Если кто-то к ней подлетает с обратной стороны, садится на нее, взлетает, что-то там строит или что-то делает, мы никогда об этом не узнаем, потому что пока еще у нас нет спутников, которые следили бы постоянно за лунной поверхностью. И в связи с этим вот такой как раз еще один интересный вопрос, что для лунного наблюдателя, так как Луна повернута все время к Земле одной стороной, получается, что для лунного наблюдателя Земля всегда висит в одной области неба, и она как бы вертится. То есть Луна очень хорошая база для наблюдения. Последние открытия ученых лишь подтверждают. Луна имеет искусственное происхождение. Некоторые исследователи выдвигают даже версию, что спутник Земли – ничто иное, как выведенный из строя корабль пришельцев, дрейфующий в космосе по земной орбите. По мнению экспертов, запечатленные на снимках развалины – это боксы, в которых спрятаны механизмы, обслуживающие движения и ремонт суперкорабля. И в настоящее время находят на Луне на снимках странные технические устройства, их называют «Х-устройства», колоссальные механизмы, размером в 5 километров, которые когда-то работали. Совсем недавно Кент Джонстон раскрыл еще одну тайну. Бывший сотрудник НАСА утверждает, что на Луне астронавты Аполлона обнаружили неизвестную ранее технологию управления гравитацией, секреты которой были доставлены на Землю. Возможно, уже сейчас на основе этих технологий Соединенные Штаты ведут разработки новейших типов двигателей и оружия. Все это выглядит, конечно, фантастикой, но я бы не торопился смеяться над уважаемыми ветеранами освоения космоса, которые приводят эти удивительные, но, к сожалению, не слишком подтвержденные факты. Думаю, информация о Луне действительно фильтруется, и тому есть объяснение. Крупнейшие державы снова включились в лунную гонку, поскольку на Луне в огромных количествах обнаружен гелий-3, вещество, которое в будущем может заменить землянам нефть. Так что вне зависимости от того, существует ли жизнь на Луне или нет, есть из-за чего секретничать.